Повышение тарифов на газ, тепло, электричество заставляют многих задуматься, как жить дальше. Одесситам представили новый инфраструктурный проект – энергосанация многоквартирных домов. Бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. То есть, как жить дальше в условиях, когда тарифы на энергоносители буквально тяжким временем легли на плечи простых горожан. Общественная организация «Самопомощь» в Одессе решила предложить Одесситам свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Когда помощи просить неоткуда и ни у кого, оптимальный вариант – взять все в свои руки и самоорганизоваться. «Самопомощь» предложила свой инфраструктурный проект экономии на тарифах, включающий в себя 10 этапов. Этап – первый проверка одесских домов на теплоизоляцию. На сегодняшний день провести такой тепловизионный анализ смогли более чем в 600 домах города из трех спальных районов. Выяснилось, что все наши панельные жилища буквально не способны хранить тепло наших квартир. На первом этапе мы делаем тепловизионную съемку. Тепловизионная съемка позволяет визуализировать проблемы, посчитать теплопотери, превратить их в деньги и, соответственно, рассчитать экономию, которую получат жильцы. Но прежде чем начнется сама экономия, немало воды, вернее, теплоносителей утечет. Поскольку для того, чтобы начать экономить, надо всего ничего – провести соответствующие строительно-инженерные работы и где-то взять финансирование на все это. Программа предполагает, что основное финансовое время на себя возьмут сами сознательные жители. В качестве удачного примера организация «Самопомощь» приводит жителей Львова, где, несмотря на почтенный возраст жилых зданий, людям все-таки удалось сделать экономику, жилья экономной. Но, возможно, там это получилось именно благодаря местным властям, которые смогли пойти навстречу людям. И это все зависит только от местной влады, от местной громады. Поэтому тут нужно организовывать, нужно организовывать, выбирать соответствующую владу, контролировать владу, доказать ей, что это нужно для города. Чтобы Львову удалось, а другим местам не удалось. Стоит отметить, что у конечных сроков проект не имеется. Им не менее организаторы теплосберегающего проекта отмечают, что одесситам стоит хотя бы попробовать. Тем более, что уже всем в нашем городе понятно, лучшая помощь себе – это самопомощь.